Всем привет, а также привет огромнейший и благодарность моим подписчикам, которые мне прислали большую посылочку, состоящую из двух коробок. Вот, огромнейшее-огромнейшее спасибо и привет. И также спасибо Лёхе Хомякову, который эти коробочки до меня довез. Видео было про посылку в апреле 2016 года. Если кто не видел, то можете посмотреть. Сейчас будем пробовать. Посылка, она в принципе состояла из двух частей. И первая часть была еда, там чипсы, дошираки, там фетки всякие. А вторая часть это напитки. И я сейчас буду совмещать как раз один из напитков с закуской. То есть, проще говоря, была закуска и были напитки. Закуска, значит, это напиток у нас такой вот. Сейчас поподробнее посмотрим. А закуска у нас будет Snackland, крабовые шарики. Мне очень интересно, потому что, во-первых, это не чипсы. Во-вторых, я не ел ничего, кроме... Ну, то есть, я ел крабовые палочки, потом крабовое мясо в роллах, например, да, или в суши. Вот. А крабовые шарики я первый раз такое ел. То есть, это не чипсы, а что-то другое со вкусом краба. Вот, очень интересно. Вот. Такие вот. Значит. Так что еще раз огромнейшее спасибо моим подписчикам. Ну и всем вообще спасибо и за посылку, и другим подписчикам. Всем, короче. Вот. И Лёхе Хомякову тоже. Все, кто посылочку мне привез. И тут, короче, смотрите. Тут такая вот штучка, она как бы... Сама бутылка, она находится в такой оболочке, как бы. И тут эта оболочка, она немножко, видите, отходит. Она немножко... Вот. Короче, что это за напиток такой? Написано «Смузи». Первый раз... Ну, опять же, они в посылке. Практически 90% посылки того, что я никогда не видел, первый раз вижу. Смузи, киви и тропик. Вот. Старбери называется. Вот. Если её повернуть, тут где-то ещё что-то должно быть написано. Во. Вот тут вот. Внизу. То есть не внизу, а в другой стороне. Вот. Тут написано «Встряхни меня, сок плюс удовольствие». Просто очень мелко написано. Короче, смузи киви тропик. Блин, реально очень... Сейчас, секунду. Так, вот, это, короче, сейчас я просто... Так. Значит, что это у нас такое? Сейчас, так. Напиток безалкогольный, негазированный. Подготовленная вода. Пюре банана. Пюре манго. Пюре яблоко. Сахар. Ни хрена себе. Вот так. Так, 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 так. Натуральные вот красители, конечно же, не очень. Вот. Так что, видите, что тут? Перед употреблением взбалтывать. Значит, охлаждать не надо. Но открытую бутылку хранить в холодильнике не более суток. А так хранить при комнатной температуре. От нуля до 26 градусов даже. Вот. Так что, видите, что тут в составе? Я вам быстренько прочитал, чтобы мы представляли, что это вообще такое. Да? Вот. Ну, давайте встряхивать. Это такая штука. Она как бы... С одной стороны она толстая, а с другой стороны она тонкая. И с той стороны, где она тонкая, ты за эту... Как бы держишь за ручку. Как граната такая. Хотя граната не так, конечно, выглядит. Вот. Но все равно, видите, с одной стороны тонкая, с другой толстая. Трясешь ее. Нужно по голове постучать. Вот. У меня как обычно прическа. Ну, я просто не слижу прическа, хуёстка, блин, похуй мне. Вот. Я же не девочка, чтобы следить за собой. Там, ой, какая у меня прическа, у меня волосы, мне похуй. Вот. Поэтому. Ну, так вот убрал немножко и все. Вот. Меня, кстати, много раз спрашивали, почему у тебя, типа, блестит так лицо. Потому что у меня жирная кожа очень. Вот. Есть, есть, несколько типов кожи. Есть сухая, есть жирная, короче, вот. И мне врач говорил, нужно специальным средством мыться. Который я не покупаю, потому что оно очень дорогое. Вот. А то мне просто, мне просто противно, когда люди мне говорят, что, типа, вот, Толя, ну, тебя, блять, лицо грязное нахрен. Ну, чё, я виноват, что у меня такая кожа. Мне нужно покупать средство специальное, оно очень дорогое. Вот. Я лучше, я мылом, кстати, мою, что нельзя делать категорически. Но я мылом мою лицо. Вот. А мне нужно просто специальное средство для ухода за лицем. Мне ещё врач сказал. Вот. Сделайте его подешевле, блин. Я буду покупать. 400 рублей, например, стоит. Я видел. У меня ещё против угревой сыпи, короче, всякая такая херня. Вот. Я просто, ребята, часто такое говорят, типа, вот, Толя, у тебя грязное лицо, блин, ты не моешься. Да, блин, моюсь я просто. У меня, блин, средство нужно специальное. Для жирной кожи. Я просто вижу сейчас, как блестит у меня. Некрасиво, да? Вот. Так что, ладно. Это просто... Ну, я, наверное, кому-то аппетит этим испортил. Хотя я не хочу никому портить аппетит, потому что это естественно. Я просто увидел себя сейчас на дисплее, как у меня лоб блестит. Мне это показалось неприятно, противно. Поэтому я решил сказать. Все мы люди, и у всех у нас бывает какая-то хуйня. Вот. И все вот эти средства, вся вот эта фигня, она очень дорогая. Вот. Так что тут уж я, блин, не виноват. И я сейчас... Так. Я его встряхнул, открыл, и у меня это все полилось наружу. Сейчас я возьму салфетку, чтобы это все выделить. Короче, первые впечатления у меня от вкуса, это, знаете, какое... Он немного такой кисловатый. Вот. Вообще, я такие напитки люблю пить очень... Всегда пить охлажденными. Вот. Салфетку взял. И почему охлажденными? Потому что, ну, не знаю, как-то всегда вот люблю пить. Мне просто кажется то, что если они не охлажденные, то они как-то не очень приятные. То есть мне приятнее, вот, лучше всего пить именно охлажденными. Вот. Но в некоторых написано охладить перед употреблением. Я тут стол протираю, у меня просто покапало. Вот. А в некоторых написано, как тут, например, да, не надо охлаждать. Ну, я вот сейчас вот пару глотков сделал, и такой вкус у него, что мне кажется, что лучше было бы охладить его. Мне по первому впечатлению, по крайней мере, да. Ну, вот я салфеткой вытер. У меня есть дегустационный стакан. Я хотел бы налить в стакан, но он у меня для обычной жидкости. А тут как бы как пюре. Я вам даже в составе почитал. Тут пюре. И если я налью в стакан, то оно будет как бы, ну, в стакан нужно будет просто протирать, там, промывать. Вот. Я не хочу. Я в него наливаю обычную всякую воду, которая... То есть тут как бы прилипает. Придется долго его оттирать. Я такой не люблю. Тут написано киви тропик. Вот, кстати. Чувствуется. Да, киви аромат чувствуется. Тропик такой кисловатый. Вот. То есть, в принципе, тут, наверное, вообще, напоминает. Есть соки, разные соки. Но есть, например, сок со вкусом мультифрукт. Вот. Я такие покупатели люблю, потому что там очень много всего намешано. И вкус не особо такой хороший. Вот тут тоже похоже на такой. В принципе, да. Чувствуется киви. Чувствуется что-то еще. В принципе, хороший напиток. Здесь баллов где-то бы восьмерку поставил. Не знаю, будет видно или нет. Короче, как он выглядит, наверное, неважно. Ну, я тут смотрю внизу. Он, по-моему, такой, как, такой зеленоватый, что ли, зеленоватого цвета. Не знаю. Короче, вкусный напиток. Немного такой кисловатый. Приятный, очень хороший. Восемь баллов из десяти. Почему десять не ставлю? Потому что я говорю то, что похоже немножко на вкус мультифрукт. А он не очень мне нравится. Мне соки мультифрукт никогда не нравятся. Я лучше возьму какой-то один вкус. Например, апельсин или тоже киви, или с морковью. Со вкусом сок моркови. Вот. А мультифрукт я не люблю. Вот этот тут как раз вот я почему снизил, почему не десять поставил? Чуть поменьше, потому что у него есть вот этот привкус, характерный с соком мультифрукта. И который мне не очень нравится. Вот если бы этого привкуса не было, был бы чисто киви, манго там, да? То я бы поставил бы десятку. Потому что сок очень вкусный, нежный. Но это даже не сок получается, а как бы как пюре. Понимаете? Вот, как пюре. Старбери. Смузи. Киви тропик. Так что вот, получает у нас восемь баллов. Теперь попробуем такие вот крабовые шарики Снэк Лэнд. А, значит, я уже пробовал Снэк Лэнд. Тоже из посылки был, но там был Викинг. Назывался Викинг со вкусом бекона. Вот. Я уж точно не помню, как оно мне понравилось, не понравилось. Но тут, в принципе, крабовый вкус должен быть. Кукурузные Снэки со вкусом краба. И я думаю, что краб мне больше понравится. Потому что тот, я помню, как-то особо на Бекон вроде не был похож. Да? Вот. Тут вот, короче, вкус краба. Короче, такая закуска со вкусом краба. Давайте сейчас попробуем. Вот. Мне иногда спрашивают, Толян, а этому ты какую оценку поставил? А это тебе на сколько? Какое самое хорошее блюдо? Какое самое высокое по оценке? Какое самое низкое? А я затрудняюсь сказать. Я не помню, какие оценки я чему ставлю. Потому что я пробую очень много всего. Когда я ставлю оценку, я ориентируюсь на вкус, который я чувствую сейчас. Но со временем вкусы меняются. Поэтому что-то может понравиться больше, что-то меньше. Пройдет полгода или год, вкус поменяется и по-другому уже. То есть я вот какой вкус чувствую сейчас, и я оцениваю, хочется мне это еще раз пробовать или нет. Хочется мне это поесть потом или нет. Нравится мне вкус сейчас или нет. Насколько нравится. Вот я тогда оцениваю. Я просто говорю свое мнение, текущее по вкусу. Нравится мне или нет. Я ни в коем случае не говорю то, что если это, например, вкус 8 баллов, то это на всю жизнь. То обязательно покупайте. Нет. Вкус это мое мнение. На текущий момент многое из того, что я пробую, что мне нравится. Если я ем сейчас, я ел и 5 лет назад, и 10 лет. Мне очень нравилось и нравится. Многое. Но не всегда это случается. Вот видите, такие прям шарики там катаются. Просто вы сами знаете, прекрасно, ни для кого не секрет, что на вкус и цвет товарища нет. Да? Вот. Каждый человек, когда высказывает свое мнение, это мнение только его. Не факт, что оно будет совпадать с другим мнением. Да? И вкусы у нас всегда меняются. Поэтому что-то нам может понравиться, а потом мы наоборот разонравимся. Вот. Ну, тут сразу чувствуется крабовый вкус, но он какой-то фейковый, что ли. Ненастоящий. Искусственный. Шарики, они по ощущению похожи на кукурузные палочки. Как будто это кукурузовые шарики со вкусом краба. Я бы так сказал. Из 10 баллов это где-то 5. 50 на 50. Краб есть, но в то же время он какой-то странный. Как-то вот не особо он мне нравится. Я могу точно вам сказать, что мне нравилось на 10 баллов из 10. Еще 5 лет назад, 10 назад, да всю жизнь я люблю это. На 10 баллов из 10. Я люблю джирак с телятиной. И всегда любил, всю жизнь. Чипсы лейс с беконом. Или с шашлыком. Кофе 3 в 1, Макофе. Оригинал кофе микс. Или Амаретта. Вот это я обожаю просто. Печенье майская ночь. Это самое мое просто любимое. Всю жизнь это люблю. На 10 баллов. Обожаю просто. Так-то всего не вспомнишь. Очень много всего. Короче, это получает 5 баллов. У меня руки сейчас все в крошках. Пипец. Я сейчас эти палочки пересыплю куда-нибудь. У меня есть пищевые контейнеры. Я сейчас их пересыплю. Возьму ложку и буду их врать не пальцами, а ложкой. Они как раз шарики. Они в ложку удобно будут ложиться. Вот. И в рот класса. Вот. Отправляться. Короче, напиток очень хороший. Мог бы поставить 10. Но кислинка такая. Вот этот вот мультифруктовый. Небольшой вот этот привкус меня все-таки немного сбил. Не особо он мне. Вот. Эти краб. В принципе, вроде он нормальный краб. Но какая-то искусственность чувствуется. Поэтому я бы разделил 50 на 50 поставил. Так что еще раз спасибо подписчикам за посылочку. Спасибо огромное. Очень много всего вкусного и интересного. И спасибо также Лехе Хомякову, который мне привез. Опять же, все видео были у нас на каналах в апреле 2016 года. Всем до встречи в следующих видео. Вот. Ну все. Просто тут сейчас, когда я его взболтал, разлилось, я тут салфеткой вытер и пятна все равно остались. У меня тут подстилка лежит на столе. Вот. Ну нужно будет ее... Что с ней нужно будет сделать? В стиральную машинку ее запихнуть вместе с сольным бельем, да? Ну и новую положить. Потому что я говорю, пятна сейчас на камере показывать не буду, но пятна они покапали сюда, вот. А пятна, когда капают, они обычно следы оставляют. Тем более вот эта вот фигня, она... Сами понимаете, да, тут пюре, там все такое внутри. Поэтому следы будут обязательно, поэтому эту штуку нужно будет стирать, постирать, вот. Так что, это я вам просто как дополнение сказал. Я люблю всякую хуйню говорить. Не слушайте меня выключать видео. Я и сейчас сам его выключу, потому что время уже подошло. Все попробовали, оценку дали. Это самое главное было, вот. Так что еще раз спасибо подписчикам, Лехе. И всем всего хорошего. До встречи в следующих видео. Пока.